В Ледовом дворце звучит гимн Японии, и это неудивительно. На товарищеский матч в Одинцово прилетела хоккейная команда из города Сайтама. Команда проделала большой путь, 8 тысяч километров, и они здесь. В Японии не сильный хоккей, именно поэтому мы приехали сюда, в Россию. Мы хотим, чтобы японский хоккей стал лучше и сильнее. Высшая школа хоккея Сайтама Сакай существует уже 26 лет. И за эти годы хоккейный клуб получил немало наград. И это несмотря на то, что в Японии хоккей не самый популярный вид спорта. Ребята из Сайтама Сакай не первый раз играют в Подмосковье. В прошлом году они состязались с хоккейным клубом из города Видное. Впервые наша команда приехала сюда, в Россию, 6 лет назад, и мы планируем приехать и в следующем ноябре, чтобы с каждым разом улучшать качество и стиль игры. Огромное спасибо хочется сказать нашему второму тренеру, Василию Первухину, который уже много лет тренирует Сайтама Сакай. Для нашей армады это первая игра в подобном формате. Организаторы встречи назвали товарищеский матч своеобразным обменом опыта. Это хорошая возможность сыграться с теми, кто выступает на международных соревнованиях. Сегодня проходит товарищеский матч. Нам приехали гости из Японии. 15-16 лет детям. Первый раз в Одинцовой. Единственный матч, так скажем, это обмен опытом. Программа, которую реализовывает Федерация хоккея Московской области. Первая шайба оказалась в воротах японцев уже через несколько минут после начала матча. Но воспитанники из Сайтама Сакай не спешили сдаваться. Они начали вовсю атаковать ворота армады. И после удачной голевой передачи им удалось сравнять счет. Во время игры страсти разгорелись нешуточные. Постоянные подножки, нарушение правил и даже дисквалификация спортсменов. Я считаю, что нужны даже обязательно такие игры. Потому что они показывают уровень хоккея той страны или хоккея нашей страны, что мы показываем. И чтобы можно было уже понимать, как готовить, допустим, на международный уровень детей. Чтобы они уже готовы были к этому. По сегодняшней игре даже все скорости, просто сумасшедшие скорости японцы демонстрируют. Эту встречу уже назвали встречей русских богатырей и японских самураев. Одинцовская армада до последнего показывала отличную и слаженную игру. Но хоккеисты Сайтама Сакай оказались сильнее. Матч закончился со счетом 3-6 в пользу японцев. Болельщики армады надеются, что у их любимого клуба обязательно будет возможность провести матч-реванш.